Это сочинение не входит в школьную программу, но к его написанию ребята подошли с особой ответственностью. Ученики зареченских школ выполняют творческую работу в рамках всероссийского конкурса «Слава Созидателям». Главная задача конкурса – это увековечить память о людях, которые построили наши атомные города, которые развивали атомную промышленность, делали нашу страну могучей, державой которой мы гордимся. Проект «Слава Созидателям» реализуется с 2016 года по инициативе Общественного совета Госкорпорации «Русатом». В предыдущие годы школьники создавали видеоролики о людях, участвовавших в становлении и развитии отечественной атомной отрасли. На этот раз конкурсанты пишут сочинения. Участникам на выбор предложено три темы. Они могут рассказать о людях, чья судьба связана с атомным ледокольным флотом России или о выдающихся деятелях атомной отрасли. Но самая популярная у зареченских школьников тема – это истории их семей, судьбы родных и близких, ковавших ядерный щит страны. Для этого сочинения я выбрал своего дедушку, это Карпенко Михаил Глебович. Я решил выбрать этого героя, потому что он 40 лет своей жизни посвятил работе на пост-арт. Я считаю, что это очень важно, чтобы помнить о своих предках и тем более о членах своей семьи. Если есть такая возможность рассказать, то нужно ее использовать обязательно. Герои сочинения лицеистки Марии Литвиновой – настоящая заводская династия. В своем сочинении я написала о своем дедушке, о своем папе и о своих двух братьях, потому что все эти мои родственники работали и в данный момент продолжают работать на заводе. И я думаю, делают большой вклад в развитие атомной отрасли и в развитие нашего города Заречного. Так как, например, мой дедушка стоял у самых истоков создания этого города. На муниципальном этапе Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям» сочинения напишут более тысячи зареченских школьников с 1 по 11 классы. В федеральном туре будут участвовать ребята с 7 по 10 классы. Конкурсные работы принимаются до 11 мая. Сочинения юных горожан станут частью большой общей летописи страны Росатом. Светлана Теплухина, Денис Дубицкий, Вячеслав Юртаев. Телерадиокомпания «Заречный».